Сегодня приготовим суп моего детства с грибами и склёцками. Заливаем 200 грамм холодной водой, горячей не заливаю, чтобы они не расползлись. Вот так вот холодной водой заливаю и даю постоять 20 минут. Так, грибы наши уже готовы, мы их вытаскиваем. Вода закипает и мы в подсоленную воду бросаем грибы на 15 минут 20. Пусть они покипят. Когда наши грибы кипят, мы поджарим лучок. Добавляем морковь и поджариваем, перемешиваем. Наши грибы уже готовы, мы будем их вытаскивать. В этот бульон, где варились у нас грибы, мы бросаем картофель и варим до готовности. Добавляем наши грибы, вот они белые, красивые. Мы их режем на кусочки такие, кто как может, то на большие, то на маленькие. Порезанные эти грибы мы сейчас поджарим на растительном масле. В кипящий бульон добавляем мы морковь и лук. Как жареные наши грибы. Вот такой вот наваристый. У нас получается туп. Обычные клетки. Берем 2 столовые ложки масла растительного. Добавляем желток и взбиваем. Добавляем 3 ложки чайной муки. По вкусу соль. Белые грибы, порошок. Буквально ложечку. Достаточно взбиваем. Перемешали, добавляем белок. И перемешиваем. Вот такое у нас оно будет получаться. Берем нашу ложечку. Окунаем в холодную воду. Берем вот такими макаром. Окунаем наши полученные клетки. Готовые клетки, как видите, всплывают наверх. Вот они сейчас все всплывут. И наш будет суп готов. Будем сейчас подавать на стол. Последний штрих. Это мы украшаем наш суп зеленью. Наш суп готов. С грибами, с белыми, с клетками. Можно кушать с сухариками, бутербродами. Всем приятного аппетита. Попробуйте приготовить. Я думаю, что вам понравится.